коллеги здрасте сегодня хочу показать некоторые полезные фишечки которая в частности называется предикат builder но и в общем то как его использовать что это такое и с чем его едят пытаясь максимально просто объяснить на самых простых примерах как это можно использовать итак давайте переключимся в linkpad именно на нем я буду показывать все примеры и так есть у меня сборка которая называется давайте я покажу называется demo classes в общем то установите на самом деле легко и я уже ее установил вот она на что в ней есть не есть персоны которые давайте вызову этот метод который имеет разные свойства например возраст страна описание пол что там есть ну в общем какие-то есть свойства и в общем я ее использую для того чтобы тестировать на самом деле какие-то запросы какие-то вариации с маппингом общем на самом деле очень удобная штука когда есть предопределены классы не нужно заводить их каждый раз чтобы делать какие-то эксперименты дальше перейдем на шаг 2 вызовем метод смотрите я сделал запрос который из этих персонов то есть из этих списка этих пиплов так если можно выразиться делает фильтрацию только по стране то есть не фильтрации мы сначала выбираем только кантри а потом отбрасываем дубликаты таким образом у меня получается что вот у меня есть 455 стран которые есть вот в этом справочнике теперь переходим к следующему шагу и здесь мы можем показать здесь мы можем уже установить фильтр на какую-то страну например вот если вызову код у меня в данном варианте из списка всех 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 вот этих вот пиплов опять же то есть персонов я выбираю только те у которых страна равняется раша да и вот у меня показано здесь на самом деле сколько их тут 16 штук другими словами я могу здесь поставить другой фильтр country это перечисление ну допустим джом они вот здесь у меня их 8 то есть запрос строит на самом деле очень просто это link you все вы про него знаете отличная штука в общем и вы мелых руках но и теперь есть вариант выбрать уже другой способ отображения вот этого фильтра смотрите у меня есть сборочка которая называется предикат билдер надо сказать что это не единственная сборка не в том смысле который у меня есть а которая позволяет реализовать этот функционал подобных сборок вот этих вот много в интернете я в общем нет разницы какие вы будете пользовать причем момент как этот предикат работает и чтоб он позволяет билдить то есть смотрите у меня есть сборка которая вот в этом месте давайте вот так вот покажу вот в этом месте давайте вот так вот это вот предикат его можно построить еще и вот таким способом как это делается делается это вот таким вот способом то есть у меня изначально создается предикат builder в котором я указываю что буду работать сущностью person и первоначальное значение будет true то есть я говорю, что мне предикат builder будет работать сущностью person, который изначально true. Дальше добавляю еще одно значение ну вот, если хотите вот так вот, может быть, даже будет лучше видно, да? Я добавляю еще одно значение true и ставлю тот же самый предикат другими словами, я немножко все усложнил, но на мой взгляд да, я усложнил и, наверное, на ваш тоже, но другой вариант, для чего я это сделал. Итак, я создал предикат я откомпилировал его и я вызвал этот предикат в условии where ну, другими словами если я сейчас опущу f5 то у меня будет все то же самое что было и раньше и смотрите, если я здесь верну на Russia нажму f5 мы видим тот же самый список, то есть написать вот так и написать ну, грубо говоря вот так ну, в общем, разница есть, да? ну, почему все эти усложнения? давайте перейдем к следующему шагу я попытаюсь показать на другом варианте итак, первый вариант мы получаем список стран через выборку отбрасывая ненужные в общем, это вот так но если учесть, что это у меня перечисление давайте я покажу его вот это перечисление оно называется country и China там, первая Россия в общем, вы видите, да? и другими словами можно получить его по-другому это никак пока не относится к примеру просто мне нужно получить правильные идентификаторы то есть, другими словами получается, что я получаю список стран нет, давайте я вот так сделаю я получаю список стран вот в этой строчке дальше я вывожу так, это фигня вот, я пробегаюсь по всем странам и вывожу вот здесь вот целочисленное значение а вот здесь название дальше я получаю от пользователя информацию о том, какой он вот сделал дальше я пытаюсь введенное значение вот здесь вот распарсить и данные занести вот в эту переменную после этого я строю предикат и если у меня вот здесь вот распарсено значение то есть булевое значение true или false да, успешно распарсено тогда я добавляю к запросу пожалуйста, обратите внимание тогда я добавляю к запросу к предикату фильтр по стране в противном случае я ничего не добавляю делаю компиляцию и вызываю метод where потом вывожу все это в dump то есть как бы давайте выполним эту штуку так, я что-то выделил не то выполним эту штуку и так, смотрите China, Russia ну, в общем, смотрите если я завожу 0 нажимаю Enter я вижу China да я запущу еще раз я завожу, допустим 4 я получаю все с Франции давайте еще раз я к чему это веду если я веду 9 и мне распарсить не получится я получу 0 айтемов и еще более интересный вариант я завожу в Абрукадабру нажимаю Enter и у меня выводятся без фильтрации все, в общем-то сущности из этого списка что я попытался сказать смотрите вот это вот на самом деле управление вот этим вот предикатом то есть если вам нужно где-то в разных местах дополнительно сделать какие-то условия то есть добавить условия на фильтрацию на выборку то это делается очень просто при помощи построителей то есть другими словами вы строите дерево запросов на основании условия которые к вам в общем в бизнес-логике или в вашей логике если хотите ну, присутствуют я могу сказать что таким образом можно построить очень сложные ну, прям вообще обалденно сложные запросы которые будут выполняться на ура другими словами опять же другими словами да, то есть можно это сделать по-простому вот как вот здесь и здесь как бы ничего зазорного нету делайте на здоровье но если потребуется что-то более сложное пожалуйста вот обратите внимание на эту штуку еще могу сюда показать ну, допустим я вот эту штуку скопировал и допустим у меня в предикат вот предикат это дерево вроде как бы ну, то есть по большому счету expression это выражение то есть вот эти выражения можно строить еще и вот вот таким вот образом то есть у меня есть or то есть and в общем логическое да а вот этот предикат добавит or то есть или country равен допустим ну, я могу сюда ввести допустим что там Russia да ой country Russia пусть будет Russia то есть я могу сказать все выбранные или Россия то есть я когда запущу упс когда я запущу это приложение нажму ноль нажму enter у меня будет две страны China и Russia ну, в общем-то что и требовалось доказать и China и Russia то есть вот манипуляция вот этим R он на самом деле как бы один вариант и еще покажу смотрите я могу прям вот так вот сделать лишнее удалить и сказать or то есть как вы понимаете я могу и разбить вот этот предикат на части и собрать его в разных строчках и собрать его в разных строчках по кускам сейчас когда выполню ничего не изменится допустим но лентер опять же Russia и опять же China ну вот такое простое наверное видео я достаточно часто использую или буду использовать вот такой предикат Builder в общем для того чтобы вам понять что я делаю в видео пожалуйста имейте ввиду что есть такая штука на самом деле очень удобная мне она очень нравится и еще раз повторюсь таких предикатов Builder таких построителей вот этих экспрессионов их множество огромное используйте какой вам удобно но главное чтобы вы понимали что я делаю на видео чтобы у нас на таких мелочах ну в общем не нужно было заострять внимание на этом я хочу с вами попрощаться большое спасибо что смотрите спасибо что комментируете особая благодарность моим спонсорам вы поддерживаете меня вот как как никто другой ну и что я наверное как обычно пишите правильный код до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...